здравствуйте друзья я сегодня в гостях у инвалида колясочника валерия фоменко он пригласил меня чтобы я показал условия в которых он проживает валерий васильевич расскажите пожалуйста что это за дом где мы находимся дом это мама моей комната так сказать у меня это и кухня это и прихожая и все и спальня все в одном это моя кухня мое отопление так как у меня нету ни газа ничего все приходится отапливаться готовить как говорится все в одном месте а это у вас туалет это туалет до который попасть нужно быть героем дня но там нету ни воды ничего потому что отключил водоканал потому что сказали что я плачу за колонку в которой здесь нету она в ближайших шести кварталах я на коляске должен сюда привозить себе воду чтобы сливать купаться а так они меня попросили 160 тысяч за то чтобы они мне только дали воду она была когда я покупал это но мама покупала когда этот дом вода у меня было все было пока не стали строить рядом дом начали искать и выяснилось а что не хватает документов у соседки я подсоединен к соседке не хватает документов и мне предложили 160 тысяч и меня подключат далее рассрочку на три месяца чтоб я оплатил но это все мало для инвалида он же получает много мы живем шикарно шикарных условиях и вообще все для нас как путин сказал все для инвалидов у вас нет воды отопления газа кухни кухни нет потому что это одна вы можете вообще выходить отсюда но с трудом вообще мне нужна помощь чтобы не перевернуться на коляске чтобы это самое мне помогали через раз все зависит от погоды все зависит от самочувствия но много факторов у инвалида какое у вас самочувствие вот вы можете вообще вот но это значит когда у меня не болят ноги на погоду не крутит меня сегодня когда я могу ими шевелить и наступать на них но это не всегда получается на костылях держать за что-нибудь я могу 10 метров там продвигаться аккуратно по ровной на легке как говорится не спеша у вас здесь какие-то документы лежат да это при их приходили это самая комиссия приходила у меня мир без преград делала это самое обследование они признали что инвалид не может в этих условиях жить но администрация на это не отреагировала они сказали что поставили меня на общую очередь малоимущего и жди когда дадут мы предложили дома престарелых отправить меня здесь написано часть домовладения по адресу не пригодно для проживания инвалида использующегося использующего для передвижения кресла коляску но это мое как раз таки домовладение и дальше приспособление указанного помещения для нужд инвалида технически невозможно переделать это невозможно потому что здесь все посыпется дом старой углы это самое под 90 градусов расширить не нельзя потому что здесь всего 12 квадратных метров если убрать холодильник мебель мне даже некуда это самое вешать вещи а этот второй документ это администрация поставила на очередь тут написано признать фоменко малоимущим и принять его на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях здесь не говорится что вы инвалид здесь сказано что вы малоимущий справки они все собирали как они дали с ними то не поспоришь я просто к тому что малоимущих много и очередь большая ну да давайте покажем как вы можете отсюда выйти я просто был удивлен во первых здесь опять пороги во вторых здесь очень узкое помещение вот сюда коляска не проходит она должна стоять здесь на выходе прямо и конкретно вот этот вот очень крутой пандус во дворе это тоже испытание она узкая и здесь еще явно перед ней он окompa окомпустит он он «Бат 0» «Бат 0» они «Бат 0» «Бат 0» «Бат 0» «Бат 0» Это центр города, дорогие друзья. Вы посмотрите, как в центре города, в части домовладения, как написано в документах, проживает инвалид-колясочник. И так ему сложно попасть даже себе домой. Скажите, пожалуйста, что у вас здесь на крыше, на чердаке, почему нет окна? Некому прибить. У вас холодно в квартире? Ну, если нет отопления, то у меня не жарко. Еще холоднее, чем на улице. Здесь воздух как-то прогревается, а там стены остывают за ночь и не успевают нагреться за день. Смотрите, какой у вас двор. В этом дворе у вас что, какие-то сараи, какие-то соседские дома? Это жилой дом, вот рядом? Ну, скажем так, он наполовину завален. Там только в одной квартире живут. И все. А так здесь пустой двор. Это все рушится и валится. Так вы обратно подниметесь. Сейчас. Помочь? Так. Нет, попробую. Попробуем. У вас... Стойте, у вас... У вас вообще рассыпался пандус. Нет. Ребята, здесь пандус вообще просто. Вот из цемента. Вот во что он превратился. Просто вот... В песок. Вот здесь у меня стоит электрическая коляска. Но у нас сейчас в ремонте. И когда ко мне приходят врачи, они заставляют вытаскивать на электрическую коляску. Хотя я не могу зайти. Врачи отказываются и уходят. Вот он проход. В коридоре. Все. 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 вот и погуляли выехали на прогулку теперь срочно надо лечь спина отваливается вот так мы и живем это еще не говоря если заползти в туалет это хуже чем еще выбраться на улицу вот такие колясочники тяжело когда нету хотя мне говорят те стабеса могут прийти но независимо от того что мне нужно несколько раз к врачам ехать несколько раз на реабилитацию да и вообще выйти воздухом подышать вот это пока выйдешь пока зайдешь еще уже ничего не хочется вот такие дела друзья мои